Итак, Нэнси Пелоси на днях появилась на Тайване, проблемной точке мира. Чтобы еще больше ухудшить ситуацию, это у нее хорошо получается. Китайская армия запустила множество ракет вблизи острова, по информации Министерства обороны Тайвана и государственных СМИ Китая. Вообще, китайцы говорят, ракеты пролетели непосредственно над Тайванем. Китайский военный эксперт сказал государственным СМИ, цитата, «Мы поразим цели, защищенные американской системой ИДЖИС». Это означает, что китайцы решили задачу поражения водных целей с дальней дистанции. Плохая новость для Тайваня. Разве Пелоси не должна была помочь? Похоже, она наоборот все испортила. Потому что в то же время Китай решил объединиться с Россией, чтобы бросить вызов американскому преимуществу, доллару как резервной мировой валюте. Это, конечно, будет фатально для нас, без преувеличения. К чему именно все идет? Гордон Ченк, старший сотрудник Института Гейтстона, автор книги «Великая техно-война США и Китая», и наш частый гость. Гордон, спасибо, что заглянул. Мы можем позволить военной ситуации идти своим чередом и читать о ней в новостях, но за всем этим стоит серьезная история доллара как мировой резервной валюты. Скажи нам, что, по-твоему, может предпринять Китай? Ну, конечно, Китай хотел бы заменить доллар как резервную мировую валюту на юань. Китай хочет этого десятки лет, Такер, так же, как и русские. Но сейчас они атакуют доллар, потому что думают, что это сойдет им с рук. И, следовательно, это наше слабое место, потому что, конечно, если у нас не будет резервной валюты, могущество США будет существенно ослаблено, как ты отметил. Итак, это ключевой американский интерес. Это вам не защита прав трансов в Ботсване, хотя они и это делают. Это ключ к нашему уровню жизни и нашей экономике. Почему бы Пелоси и другим гением вокруг нее не держать это в уме перед поездкой в Тайбэй? Возможно, она считает, что это не ее сфера, но это определенно в зоне ответственности Джо Байдена. И с безумными планами расходов Байдена это приведет гораздо более дешевому доллару. И люди по всему миру не захотят хранить свое состояние в долларах, если посчитают, что он будет цениться меньше. Так что я думаю, президенту США нужно понять долгосрочные последствия его политики расходов. Ты объяснил это так просто и четко, спасибо тебе. Ты ясно представляешь себе все, люди уже через пять минут понимают это. В Белом доме есть экономисты, которых по-настоящему это заботит и которые готовы принять меры. Нет, я не думаю, что им действительно есть дело. Возможно, в Белом доме есть коммунисты, по крайней мере мы знаем, что там есть симпатизирующие режимы в Пекине. И я не знаю, что у них на уме. Но если они хотят подорвать ключевой американский интерес, то есть первенство доллара, у них очень хорошо это получается. Это шокирует. Гордон Ченг, спасибо за информацию.